Во Франции вспоминают десятилетнюю годовщину страшных погромов Парижа, когда в течение двух недель молодежь из пригородов поджигала машины и нападала на полицейских. Поводом тогда стала гибель двух подростков африканского происхождения. Но в глубине конфликта был целый комплекс проблем, связанных с несоблюдением прав бывших мигрантов. Спустя годы жители тех районов выдержаны их констатировать. Изменилось немногое. Елена Минкевич продолжит тему. Автомобили в те две недели горели тысячами. Витрины разгромлены, а полиция вооружена до зубов. Пожарным и спасателям приходилось работать без передышки. Всего 10 лет назад самый романтичный город мира был скорее похож на центр военных действий. Сейчас эти районы выглядят так. Дешевое социальное жилье по-прежнему единственное доступное для большинства выходцев из бывших колоний Франции, получивших гражданство. Таких еще в 2005-м в стране было 10% населения, но треть без работы. А усугубляет ситуацию то, что большая часть закрытых в те годы в целях экономии культурных, спортивных и образовательных центров по сей день не работает. Молодежи просто нечем себя занять. В целом местные жители немного разочарованы. Было немало обещаний. Министры и разные политики приезжали сюда, но все от них ждут действий, а не слов. Социальное развитие не слишком продвинулось. Люди не намного богаче, чем были 10 лет назад. Есть и те, кто стал еще беднее. В этих кварталах чувствуется заброшенность. А это участники марша за равноправие и против расизма. В основном женщины. Во Франции они и лидеры этого движения. Повод выйти на улицы – события десятилетней давности. Собравшиеся убеждены, хоть власть в стране и сменилась за это время трижды, от республиканцев перешла к либералам, а затем к социалистам. Разница невелика. Мы пришли по многим причинам, но в первую очередь, чтобы заявить об отношении государства, о насилии. Это подтверждается преступлениями полицейских и примерно десятком смертей от их рук в год. Также есть проблемы с медициной и в больнице в нашем районе самая высокая детская смертность. Безработных среди нас тоже больше всего. И в этом, на наш взгляд, вина государства. Как только ни называли политики, за последние 10 лет парижские пригороды и гетто, и отбросами. Потом за свои слова извинялись и говорили, что ситуацию надо исправлять. В последнее время даже партия националистов стало куда более аккуратнее в высказываниях. Но статистика неумолима. 29 процентов французов, бывших иммигрантов, заявляют о том, что хоть раз в жизни чувствовали нарушение своих прав по отношению к коренным французам. Елена Минкевич, Николай Афильоль, 24КЗ, Франция.